Борис, расскажи, пожалуйста, что ты собираешься делать с этой каменюкой такой красивой? Откуда он? Твою историю какую-то в двух словах. Это отложение морские, древняя штука, занесено мореной, древним ледником. Когда-то бывали какая-то живность или еще что-то, или ходы морских червей, она заместилась кремнем. У нее есть свой какой-то рельеф. Мы попробуем этот рельеф обыграть. Сделаем, наверное, что-то вроде вазочки. И самое главное, мы попробуем эти металлокерамические боры, попробовать на кремнии, как они работают, насколько это удобно и эффективно. Это металлокерамика, я понял, да? Да, это металлокерамика. Решил на ней попробовать порезать. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И практически постоянно в рабочем положении, в рабочем состоянии. Сейчас убираем максимальное количество ненужного фона. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Скажем так, благодаря тому, что это металлокерамика, она не бьет, не входит ничего. Ну и вгрызается очень хорошо. То есть здесь на 160 грубее не надо? Не, можно и 315 на 260, но в данном случае этого не надо. Здесь достаточно. Здесь достаточно вот сейчас потихонечку, чуть-чуть все уберу. то, что мне пока мешает, а потом начну потихоньку врезаться туда. Но, скажем так, чтобы в детали влезть какие-то более мелкие, нужны более мелкие насадки. Меньшевые диаметры? И тоньше нужно, чтобы в глубину уходить. Вот. И меньшего диаметра. Они все есть в наличии, да? Ты пока сейчас готовишь для них плацдарм, правильно? Пока этого достаточно. Просто надо вот сейчас будет прорисовать опять все. Потому что все убралось лишнее и не лишнее тоже. И рисунок едва угадывается. Вот. Значит, сейчас будем прорисовку делать. Сейчас я вот здесь вот уберу чуть-чуть еще. А можно подвести первые итоги? Да нет, рано еще. Я сейчас стараюсь выделить то, чего я в принципе как бы наметил, чтобы вырезать. А как это пойдет дальше, мы вот по материалу будем смотреть. А почему ты выбрал сейчас карандаш, а не фломастер? Значит, материал здесь неоднородный, то есть плотность материала разная. И вот где более плотный материал, там вот маркер, он не проходит вглубь, он остается на поверхности. А где более пористый, он начинает прокрашивать этот материал. То есть доломиты на фоне... Ну там доломит, может быть просто користость, да, там доломит, кремень там это, в перемешку. Вот. Большую часть доломита мы сейчас снимем, наверное. Вот. Здесь задача какая? Сейчас вот вырезать какие-то элементы на вот этом вот образце. Ну, скажем так, поскольку это какая-то древняя штука, карбон или мел, непонятно. Она находилась в моренных отложениях, но хотелось бы, скажем так, чуть-чуть к этому моменту приблизиться. Поэтому, скажем так, здесь вот четко прорисовывается ствол дерева. Вот. Мы его так условно обозначаем. Вот. Поскольку у нас ты как бы филин, ну твой знак здесь поставим. А дальше будем цветы, листья, траву. Ну, чтобы вот разные варианты можно было на нем проработать и заодно посмотреть, как это все здесь получается. Насколько мы можем это все сделать так, чтобы это было красиво. А искусство вот сейчас как прорисовывается? У тебя есть какие-то навыки, да? Навыки ремесла. Да, навыки ремесла. А искусство сейчас в том, чтобы свою идею, которую ты наметил, провести в жизнь. Да. Это так. Ну, это как любой, кто сам задумывал, сам это пытается выполнить, реализовать свою идею. Вот. Он должен вводить именно ремеслом. Уже работать с материалом, с инструментом, разбираться какой материал и как обрабатывается. Ну и, соответственно, и подбирать к этому материалу нужный необходимый инструмент. В данном случае бормашина и в зависимости от фракции, то есть последовательность работы. А какие обороты максимальные и оптимальные для данного? Вот сейчас мы занимаемся обдиркой, работаем алмазным инструментом. Здесь, ну, скорее всего, это в районе 6 тысяч. 6-10 тысяч. Более мелкие обороты здесь, маленькие обороты здесь не пойдут. О мерах безопасности скажи, пожалуйста. Маска и перчатки, они аккуратны? Обязательно нужны маска, перчатка. Необходима вытяжка прямо с места работы, потому что идет взвесь, она попадает в дыхательные пути, и это образуется силикоз. Соответственно, надо соблюдать технику безопасности. Значит, одеваешь маску, как минимум, и желательно, чтобы была вытяжка. Перчатки это чтобы? Это, значит, поскольку вот эта пыль, которая идет отсюда, она начинает раздражать кожу. У всех кожа разная, и могут начинаться всякие неприятности. Там трескаться кожа, вот. Ну и плюс, этим инструментом можно порезаться хорошо, так зацепить. Ну и, хоть незначительная, но защита. А сколько примерно дисков диаметр 25 на 2 уйдет вот на грубое придание формы? Как ты считаешь? Ну, на первый взгляд, ну, это в процессе работы только определяется точно, насколько глубокий будет вот этот вот рельеф. Ну, думаю, ну, вот именно вот про эти диски могу сказать максимум два, мне так кажется. Благодарю.